Я начал это делать в 2010 году, просто именно на планшете рисовать, на графическом. Мне было интересно попробовать этот новый материал, но у меня была на самом деле проблема, потому что я не знал, что я хочу нарисовать. То есть мне хотелось что-то рисовать, что-то, от чего бы все обалдели, но я не знал, что это должно быть. Тогда я нарисовал, в принципе, если человек, наверное, в наше время думает, по крайней мере тот человек, который смотрит фильмы, играет в компьютерные игры, если ему задается вопрос, что бы ему нарисовать, то в основном он рисует или роботов, или рыцарей, или принцесс эльфийских, в зависимости от того, кто он, парень или девушка. Ну, я решил нарисовать такого-то рыцаря. Я рисовал его примерно полгода, потому что я хотел, чтобы он выглядел очень круто и эффектно. Поэтому я очень долго прорисовывал в нем вот эти все блестящие детальки. Но если посмотреть на него, скажем так, в целом, не всматриваясь во всякие вот эти вот тщательно прорисованные детальки, то выглядит он довольно-таки скверно. Во-первых, на самом деле, в частности, потому что у него там слабая анатомия, у него невнятная, может быть, композиция, и то, что невнятная, просто искусственная, потому что здесь есть прямоугольник холста и просто стоящий посередине рыцарь. Но это даже не главное. Проблема в том, что это визуализация некого штампа. То есть это просто типичный рыцарь. Я вот впоследствии нарисовал еще несколько работ. Каких-то вот объектов. Я тоже пользуюсь. Несколько работ, и у них у всех есть эта проблема. То есть они, там, можно спорить о том, как они там проработаны, какие они по цветам. У них у всех есть одна проблема – это визуализация каких-то общих штампов. Ну, то есть это типичный футуристический солдат, стреляющий в типичного какого-то туиземца. Здесь нет никакой истории абсолютно. Это два-два штампа. И здесь просто есть типичный гоблин в типичной гоблинской одежде, в типичном гоблинском, ну, не гоблинском, а просто в типичном антураже как УТС. И как следствие, как следствие того, что здесь нет ни одного посыла, здесь скверная композиция, потому что она не отвечает какой-то функции, какую-то историю. Здесь скверная композиция, следовательно, в чем здесь ее проблема. Здесь нет первого переднего плана практически, а здесь есть какие-то камушки, которыми я пытался этот план выразить. И здесь нет заднего плана, здесь просто линия горизонта. И эти две фигуры стоят практически на очень узком островке пространства. За счет этого происходящее выглядит очень плоско. Здесь, в принципе, такая же проблема. И, собственно говоря, из-за того, что я не знал, что я хочу нарисовать, и рисовал просто то, что... что рисовало то, что первое, что приходило в голову, у меня была проблема с тем, чтобы довести... Ой-ой, прошу прощения. С тем, как довести до конца работы, потому что она начинала внезапно раздваиваться. То есть вот некие стадии работы. Сначала я нарисовал такой вот самолетик, ну или некий космический корабль. Ну не потому, что я хотел его нарисовать, но просто я подумал, почему бы и нет. Вот, и нарисовал его потом. Я подумал, что он выглядит не очень красиво, и решил сделать, чтобы он летел в атмосфере и нарисовал вот такой космический корабль. Потому что он очень прямой, и его изогнул. Вот это у меня получилась картинка, и вот, собственно говоря. И я не знал, что с ним дальше делать, но она не казалась мне действительно заслуживающей того времени, которое я на него потратил. Тогда я вернулся к исходному варианту, нарисовал такой вот самолетик, и он мне показался тоже не очень красивым. Тогда я его превратил в такой, потом в такой. Потом я подумал, что неплохо было бы, давай летали задним планом. И нарисовал, начал прорисовывать задний план, и самолетик у меня начал постепенно изменяться, пока он не превратился вот в такую штуку. Потом я подумал, что это очень круто, но эта штука здесь лишняя. А вот задний план мне понравился, и тогда я его прорисовал. Но потом я подумал, что получившееся, оно не впечатляет от меня. Тогда я вернулся к исходному варианту, и подумал, что было прикольно рисовать самолетиком облако. Но потом я подумал, что самолетик есть лишний. И я дальше долго думал, что же мне делать в такой ситуации. И я нарисовал здесь танк, потому что почему бы и нет. Но потом я подумал, что танк – это скучно, потому что на него неинтересно смотреть, я превратил его в поверженного ромка. Ну, потом все это, очень много этапов прошло, в конце концов он превратился в такой вариант, какой-то законченный. Но потом я подумал, что здесь есть прикольная земля, и что ее можно рисовать еще раз. И я тогда нарисовал вот такую штуку, она превратилась в такую штуку, и потом вот в такую штуку. Вот. И вот. И, в общем, ни одна из этих картинок, она меня не удовлетворяла, потому что она была... Ну, как, я не могу сказать, что они меня там совсем удовлетворяют, но у них нету какой-то правды. То есть это просто какие-то картинки в каком-то стиле, в котором что-то происходит. Например, когда смотришь на эти остальные штуки, ну, я не знаю, где это может происходить. Меня слышно? Да. Можно там представить, на какой планете это будет происходить. Ну, в общем, представленное, оно будет каким-то типичным сюжетом из sci-fi-кина. Вот. И я решил рисовать что-то, что было бы ближе к жизни. А, нет, прошу прощения, это все еще не ближе к жизни, это будет еще пример того, как я учился с тем, что будем рисовать. Вот. С тем, что было бы ближе к жизни. И это оказалось намного сложнее, потому что рисовать гоблина довольно-таки просто. Потому что в интернете куча примеров гоблинов, нарисованные моими предшественниками. И ты знаешь, как он должен примерно одет, какие у него должны быть доспехи, если они есть, в какой позе он может стоять, в типичной позе, в какой у него будет выражение лица. И он, самое главное, не похож на человека, вернее, похож на него очень условно. А поскольку в жизни люди гоблинов не видят, то у них по поводу внешнего вида гоблинов очень мягкие критерии правильности и неправильности. А если попробовать рисовать человека, например, то человек, который посмотрит на нарисованное, сразу может сказать, что он получился ужасным. Потому что он каждый день видит перед собой человеческие лица. и он отлично может отличить правильное лицо нарисованное или неправильное. Но даже это не самое страшное, потому что если вы рисуете просто дверной проем, то здесь та же самая история. Правильный дверной проем от неправильного дверного проема очень отличается примерно так же. Потому что каждый день люди видят перед собой предметы, которых окружают, в том числе картины, висящие на стене, дверные проемы или полы, до щиты или сидящие у фигуры, например. Например, вот эта картинка, она мне на самом деле, я имею в виду левую, она мне на самом деле нравится, потому что в ней есть прикольная композиционная фишка, потому что мы смотрим в проем прямоугольный, которым является картинка. У него еще один дверной проем. И сквозь этот дверной проем мы наблюдаем третий план, в котором что-то происходит. Сидит эта фигура. И есть еще один дверной проем, в котором опять-таки можно нарисовать происходящее там следующий комп, например. Ну, проблема этой картинки в том, что она не настоящая. То есть она пытается отражать какие-то настоящие, то есть какие-то объекты реального мира, но они нарисованы в представлении. Поэтому они получились не настоящими. Например, в жизни не бывает таких полов. Полы стоят или из досок, или из плитки, или из чего-то. Здесь нарисована просто некая текстура. не бывает таких картин, потому что это просто некий обобщенный образ картины. Обобщенный образ, который придумал себе человек на основе своих представлений о том, как она должна выглядеть. Как следствие, картинка выглядит не настоящей. Здесь нет каких-то объектов, которые бы обязательно находились в каком-то помещении. Например, здесь наверняка что-то бы стояло. То есть это выглядит искусственно. Такая же проблема и здесь. Я пытался сделать толку, пытался применить очень эффектный прием, когда у вас есть активный передний план, какие-то большие предметы. Точнее, они маленькие, потому что они близко к зрителю находятся, они выглядят большими. Например, губы. И какой-то очень дальний план, на котором тоже есть какие-то объекты, например, кроссовки. И они связывают за посредством подобных объектов. То есть человеческие головы, уменьшаясь, приводят нас к этим кроссовкам. В итоге мы видим некую имитацию трехмерного пространства. Но здесь этот эффект не работает. Потому что здесь не совсем верно в перспективе нарисованы эти губы. Они там очень маленькие. Точнее, не губы, а голова всех, человека, который стоит на переднем плане. Она очень маленькая. По сравнению с тем, какой она должна была бы быть. Здесь, 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 и вообще это остановка метро. В Москве есть остановка метро, которая находится надземной. И обычно тут устанавливают зеркало, в месте, где останавливается передний вагон. И там, в него машинисты соблюдают, сели, пассажиры сели, вагон в поезд, или не все. И я там решил просто повесить здесь зеркало, потому что если его не будет, то глаз зрителя просто упрется в черную стену. а мне хотелось, чтобы тот человек, который будет эту картинку смотреть, он мог увидеть, что-то еще. Но этот прием тоже не работает, потому что зеркало похоже на портал в некий параллельный мир, где идет человек. то есть это не выглядит зеркало. И происходит это опять-таки потому, что я не рисовал ни с натуры. То есть я основывался на каких-то своих представлениях о том, как это должно выглядеть. Ну, естественно, я использовал, наверное, фотографии, чтобы рисовать лица людей. Чтобы просто поняли, какие они должны быть. Вот. И дальше я на самом деле должна была быть эффектной речь, но я случайно нажал вправо и перешел на такой слайд. Просто это пример очень хорошей композиции, которая сделана человеком, который абсолютно не планировал делать фотографию с хорошей композицией. То есть человека, я не знаю, откуда я взялся эту футу, на моем компьютере, может, я ее скачал из интернета, а, может быть, сам фотографировал, я ее не помню уже. Но очевидно, что человек, который делает фотографию, он не хотел делать красивую позицию. Но, тем не менее, она у нее получилась. Здесь она, во-первых, чем она хороша? Здесь есть передний план, это девушка, которая стоит в вагоне метро. Здесь есть средний план, видит там человека, который сидит на скамейке. Здесь есть еще гуляй дальний план, это заднее окно. И здесь есть еще совсем дальний план, это второе окно соседнего вагона. и здесь в этой фотографии связаны два пространства, то, в котором находится зритель, который наблюдает за происходящим, и соседние пространства, некий его кусочек. И глаз зрителя, человек, который будет смотреть на эту картинку, точнее, смотрит на нее сейчас, ему есть, где развернуться. Он сначала смотрит на девушку, потом на второй план, потом проходит сквозь окна в соседний вагон. Все это дело объединено вот этими прямоугольниками с закругленными краями, которые связывают все в целом. То есть эта девушка находится посередине вот этого объема, и она его перечеркивает. Этот объем повторен в горной двери и в окне второго вагона. То есть здесь все с точки зрения композиции отлично. Но она получилась такой просто потому, что реальность так устроена. Точнее, реальность метро. То есть метро так устроено, что в нем очень много человеческих фигур и прямоугольников с закругленными краями и объемов, то есть вагонов, сквозь которые можно видеть соседние пространства, то есть соседние вагоны. И какую бы фотографию вы не сделали в метро, она будет красивой. Ну, практически в большинстве случаев, поскольку реальность метро такова. То есть всегда в метро будут человеческие фигуры, всегда будет какой-то передний план, всегда будет какой-то задний план. И они всегда будут очень сложно и интересно организованы, потому что люди перемещаются по вагону метро, они стоят неравномерно. И собственно говоря, я это говорю потому, что чтобы сделать вот это правильно, нужно просто смотреть, как это устроено в реальной жизни. Потому что в реальной жизни очень хорошая композиция. Точно так же, как реальная жизнь, очень реалистично выглядит. И поэтому можно черпать из нее вдохновение, чтобы нарисовать что-то реалистичное. И если следующий слайд. Это картина академическая живопись Жилинского. Очень хорошая, мне она очень нравится. И вообще он очень крутой, конечно. Но здесь позиция так устроена, что зритель находится вне того пространства, которое изобразил художник. То есть зритель смотрит, наблюдает за исходящим вне вагона. Вероятно, это была идея автора так сделать. Но с точки зрения погруженности в происходящее фотография позволяет эффективнее погрузить зрителя в мир композиции. Точнее, не сама фотография, а композиция, которая в ней использована. Следующий кадр тоже это абсолютно случайная фотка. Я просто специально их выбирал таким образом, чтобы было понятно, что автор никак вообще не задействован в создании каких-то художественных преимуществ этого изображения. То есть единственное, что он сделал для того, чтобы эта картинка получилась, он просто нажал в определенный момент на кнопку спуска фотоаппарата и больше он никак не участвовал в создании красивости этой картинки. изображения. Вот. Следующий слайд. Здесь просто действительно очень простая, но очень хорошая композиция. На самом деле, на первый взгляд этого не видно, потому что все смотрят, естественно, на задержание. Но на самом деле здесь есть очень-очень красивая черная масса, которая перечеркнута очень изящной линией хоризонта. И здесь есть очень-очень красивые белые куски, которые внедряются в черную массу. И у них очень-очень сложная форма, и они действительно очень красивые по пластике. И здесь есть передний план, точнее, тот план, на котором стоят фигуры, есть задний план. Здесь есть пространство, то есть зрители смотрят на фигуру людей, считывают какую-то историю, происходящую здесь, дальше смотрят то, что происходит. на заднем плане. На самом деле, если бы человеку пришла в голову идея нарисовать четырех друзей, стоящих посередине доснеженного поля, и, например, ему пришло бы этих заданий на то, чтобы нарисовать позиции этих идей, он бы начал их рисовать, у него сразу бывали кучи проблем. Например, а что их надеть таким образом, чтобы они выглядеть цельно? Какие-то будут выражения лиц, почему они там стоят? Он бы все это придумал, и тратил на эту кучу энергии и сил. В нем, скорее всего, проблемы с тем, что все четыре головы, они были бы очень упорядоченно расположены. И он бы думал, вот как поставить этого человека, какую позу его поставить, например, чтобы он объединял этого человека справа и друг человека слева. и тогда бы он пришел в голову и он их обнимает, например. Это был продолжительный процесс, который в реальности происходит абсолютно автоматически. И автор этой фотографии абсолютно не думал над тем, что, вероятно, единственная проблема, которую я узаботил, это, чтобы все попали в кадр. Но у него получилась очень красивая композиция, случайно. Но, собственно говоря, картинка такой красивой композиции миллионы, и она красивая не потому, что автор старался сделать красивую, а просто реальность красива. То есть в реальности люди стоят таким образом и это выглядит красиво. Следующий кадр. Я не знаю, это фото из интернета. Это просто пример того, что капоиды бывают очень сложные и здесь куча объектов и они все разные. И, допустим, если бы человек, который получил бы задание или пришла бы в голову идею нарисовать застолье, он бы не смог бы нарисовать. Потому что это очень сложно. Потому что, когда человек начал бы рисовать объекты, расставленные на столе, то он бы обнаружил, что, например, у него все стаканы расположены симметрично. Он бы начал, ну, не симметрично, например, у него есть там публка, и он нарисовал бы стаканы. Скорее всего, получилось бы, что здесь два стакана и здесь два стакана. И он бы думал, как бы стаканы рисовал так, чтобы они выглядели естественно. Но это заняло бы у него какое-то продолжительное время и силы, пока он возникал стаканы по столу и разделял между ними хлеб, чтобы стаканы и хлеб и другие объекты, естественно, разделились по столу. А в реальность это происходит абсолютно автоматически. Я могу сказать, что мне вот эта личная картинка нравится, причем именно не только картинка, потому что здесь композиция абсолютно банальная, с точки зрения фотографии, с точки зрения живописи, она очень хорошая. Ну потому что здесь, например, фигуры распределены, потому что они гармонично распределяются по кадру. Здесь есть разные типы объектов. Есть объекты округлые, например, есть объекты прямоугольные. Они красиво друг с другом комбинируют. И, допустим, округлый объект очень красиво прихнулся другим округлым объектам, третьим округлым объектам, четвертым и так далее, закруглениями диванов. И если бы нарисовал художник, он бы думал, какого дизайна поставить диван сюда, чтобы прихомывался вот этот округлый. Но в реальности это получилось автоматически. На самом деле мне эта картинка намного нравится больше, чем предыдущие, которые я вам показал, например, вот эти вот. Почему? Потому что у нее есть одно невероятное преимущество. Здесь есть какая-то история. Но у каждого из этих людей они индивидуальны. То есть это не штампы, это не какие-то заранее придуманные, причем кем-то и много-много раз использованные клише. Это люди свои индивидуальности. Например, у них есть какие-то татуировки, у них есть некий взгляд характерный, у них есть жесты, и каждый из них имеет некую историю. Сразу возникает вопрос, где они сидят, например, почему на сне висят карт, почему их там две, почему человек, который живет в квартире, увлекается путешествием, поэтому у него висят в комнате карт, может быть это какое-то, не знаю, кафе придорожное. Так или иначе, в этом кадре есть история, и она очень богатая, какие-то взаимоотношения между этими людьми. Если бы это рисовал художник, он бы все это мог продумать, и в кадре была бы интересная история. И когда я на самом деле, после того, как пробовал рисовать вот такие штуки, я начал много рисовать с натуры, и это и позволило мне прийти к... Да, следующий кадр. Вперед. Следующий кадр. Это пример того, как в реальности в реальности бывают не просто хорошие композиции, а очень хорошие истории. Эта история обалденная. То есть, если бы это было нарисовано бы, например, масками и красками, это была бы очень-очень классная живопись. Потому что здесь идеально абсолютно все. Здесь идеально ритм форм. Например, здесь очень много углов пятен, и вот одно является центральным и самое главное. здесь есть идеальная композиция, потому что все это включено в такой крест, который перечеркивается еще дверью. Здесь есть идеальная вовлеченность, потому что мы сразу понимаем, чьими глазами мы смотрим на это изображение. Вероятно, это его сосед, но не сосед, сосед соседнего дома, который увидел в окно интересную сценку и просто сфоткал ее. И здесь есть очень классная история, потому что мы сразу можем представить, кто этот человек, почему он сидит в комнате, почему округ него рвут. Это, на самом деле, с одной стороны, загадочно, и человек, который смотрит на эту картинку, сразу появляется в главе много вариантов от очень устражающих до очень банальных. И поэтому на нее интересно смотреть. То есть интересно думать, о чем это. Здесь есть история. И мне нравится делать картинки с какими-то историями, чтобы человек, который на них смотрит, у него возникает какие-то вопросы, почему это происходит так, как это происходит. На этой картинке события развиваются. И все эти числа – это Пименов. На самом деле, я просто это делал, потому что я подумал, что забавно, что Пименов рисовал квартиру, очень похожую на ту, которая здесь есть, только изнутри. В принципе, можно представить, что это одна и та же квартира, только на одну из них. Человек смотрит извне, а другую изнутри. Но, возможно, можно фантазировать и представить, что это, допустим, происходило в разные годы, но в одном и том же месте. На самом деле, после того, как я долгое время рисовал в представлении на планшете, я начал делать много набросков с натуры, основного в метро, и в какой-то момент я подумал, что было бы прикольно рисовать на планшете с натуры. Я рисовал первое, что я увидел перед собой – это мой обед, но бывший. И, собственно, что там стояло, правда, это наш постоянный ролл, просто чтобы на ней было красиво. И я просто рисовал то, что я перед собой вижу. И ничего не задумываюсь, как фотоаппарат. Просто я перед собой увидел некий кусочек, я его нарисовал, потом расширил хвост и нарисовал второй кусочек. И получилась такая некая панорама. И она, когда я ее нарисовал, она мне показалась намного-намного круче, чем то, что я рисовал до этого, вот этих троллей, потому что здесь есть хорошая композиция. И получилась она хорошая автоматически, потому что я не расставлял объекты, и я не думал над тем, что, например, вот здесь красивые эриксы, они друг другом рифмуются таким вот образом. Не думал над тем, как распределяется освещение, что здесь три источника освещения, там, красноватые от… А, здесь не целиком. Красноватые от сигнального диода на экране. Собственно, холодный свет от экрана и теплый свет от лампы. Просто оно так и было, просто я нарисовал, и оно получилось красивее, чем то, что я рисовал до этого, просто потому что реальность красивее моих попыток придумать что-то красивое. Вот. И тогда я начал пытаться рисовать на планшете дальше. Я рисовал какие-то такие вещи, просто пятна света или вид из окна. Вот. в какой-то момент я понял, что на планшете очень здорово получается показывать свет, потому что, допустим, чтобы сделать достоверно выглядящий прямой свет, как будто прямого источника освещения, например, от фары автомобильных, например, от солнца, то это сложно, потому что краска у краски ограниченный диапазон, то есть контраст будет очень светлым, очень темным и достаточно небольшой. А на экране это проще. Я сейчас к этому чуть позже вернусь. Вот. Потом мне друзья подсказали, что можно рисовать с натуры на улице. На самом деле, есть же вагон компаньон, специально девайс, чтобы имел смесь графического планшета и обычного планшета под Windows 8, по-моему. И можно выходить просто рисовать на улице. Но я просто в этот момент просто подумал, что можно взять ноутбук и взять обычный вагоновский планшет. У меня сейчас есть Intus Pro. Вот. Средний. Средний Intus Pro. И он очень отлично подходит. Тот 15-дюймовый ноутбук. Я просто положил вагон на клавиатуру и вышел на улицу и начал рисовать. И оно получилось, в общем-то, эффектно, потому что ночью действительно сложно рисовать. Ну что-нибудь, потому что очень темно. Поэтому, если вы рисуете с натуры, с традиционными материалами, то вам нужен какой-то еще один источник освещения, который бы освещал то, что вы рисуете. То есть имеется в виду ваш блокноут или интудник с красками. А в случае с светящимся дисплеем, естественно, такой проблемы нет, потому что вы рисуете свет светом, который вы распределяете по поверхности дисплея. То есть вы кончиком пера указываете место, оно начинает светиться. Вы просто копируете действительность таким образом. Я сделал несколько этюдов. Это просто сделано на метро. Я просто ехал куда-то по делам и на платформе стоя нарисовал эти сценки. Они получились довольно-таки быстро. и, в общем-то, без всякого напряжения, потому что я не придумал, что здесь нарисовать. То есть я не проектировал картинку, как, например, мне пришлось это сделать, если бы я ее придумывал, естественно. То есть я просто отразил то, что есть. И в реальности происходят тоже какие-то истории. То есть окружающее, оно не только красиво с точки зрения композиции, и в нем происходит очень много всего, в том числе интересного. Потому что в мире вокруг очень много людей, предметов, и они как-то друг с другом взаимодействуют. Ну, например, я когда рисовал эту картинку, я стоял на обочине. Во-первых, я нарисовал сначала этот вид, потому что мне очень понравилось контрастно. Я любил его теплым освещением на переднем плане и холодным освещением на заднем плане. Вот. А потом я просто… По-моему, это другой столб. По-моему, вот этот вот столб, это этот столб. Я просто прошел немножко вперед и развернулся и нарисовал эту сценку. И там стояли гаичники. Не гаичники, а, вероятно, сотрудники полиции. Вот. На самом деле вот этих чуваков я нарисовал. Они там проходили какое-то время, но мне показалось забавно, что в этой картинке может быть какая-то история. То есть здесь есть сотрудники полиции, есть люди, которые энергичные идут к ним на встречу, и, возможно, они встретятся в какой-то точке, и что будет дальше. Понятно. На самом деле забавно, что я когда рисовал эту машину, потому что там сидели гаичники, и они просто увидели, что стоит человек с ноутбуком, и что-то в него смотрят на счастливом смысле. И они развернулись, проехали на эту обочину, и подъехали ко мне и спросили, что ты здесь делаешь. Вот. Но я им показал то, что я рисую, а они выходали. Было очень странно. На самом деле, когда я рисую на улице, люди думают, что я ловлю Wi-Fi, и говорят, что здесь нет Wi-Fi, и говорят, где он есть. Да, это следующий слайд, который объясняет, почему действительно, точнее, не объясняет, просто в качестве эрестрационного тезиса. Вот эта картинка слева, тезис о том, почему очень удобно рисовать ночь ночного окружения, из-за всех источников и освещений в ночи, на футшете. Например, эта вот картинка, она очень, ну, прошу прощения, она ходит по ВКонтакту, но как бы, как некая ошибка. Ну, эта картинка очень крутая, и она мне очень понравилась, как я видел. Почему? Потому что она очень достоверная. Ну, то есть, человек нарисовал реальность, и она у него получилась невероятно похожей. То есть, вряд ли кто-то будет возражать, что нарисованное не похоже на то, что он рисовал. Мне кажется, это очень похоже получилось. Несмотря на то, что автор не прилагал к этому никаких абсолютно усилий. Вот. Он, мне кажется, нарисовал это очень быстро и сразу очень правильно. И почему? Почему у него получилось так похоже? Потому что он почему не получилось идеально выразить суть изображаемого объекта? Потому что он ровно повторил то, что сделал человек, который, например, красил эти ворота зеленой краской. Он взял зеленую краску и закрасил прямоугольник. И закрасив этот прямоугольник получился очень похож на настоящие ворота. Потому что он повторял ровно те же действия, которые сделал человек, который их красил у него. Он делал его. Потом он взял кисточку с серой краской и нарисовал, повторил то, что делает у них строитель, которые клали за кирпичи. Ну, то есть они клали их и получали серые прожилки. Ну, не прожилки, а межсутки между ними. И он рисовал межсутки серыми между белыми кирпичами. И у него получалось очень похоже. то есть средство выражения, то Niagaraми, то есть то, чем он рисовал и то, как он это делал, очень похоже на то, как это делать в реальности. aryелых, который он использовал для изображения реальности, очень похоже на фактуру самой реальности. И, как качество примера, еще кожу. У него очень-очень классная работа, и у него очень-очень классно получается рисовать глиняные горшки, всякие такие фактурные поверхности. Почему? Потому что сама фактура масляной краски, сама консистенция, очень похожа на глину. То есть, когда художник кладет жирные мазки, они очень похожи на то, как наслаиваются слои глины на сделанный вручную горшок. Вот он такой же неровный, как неровная масляная краска, покрыт такими же пластами, пластами, наслоениями глины, глазури. И поэтому тот материал, который использует коржев масляная краска для того, чтобы изобразить реальность, он очень похож на саму реальность, поэтому у него получается очень достоверно. И если вы рисуете, например, ветки, то их очень удобно рисовать на белом листе бумаги, например, черной ручкой, или какой-нибудь ручкой, потому что вы делаете ровно то, что сделало, например, вы перечеркиваете белую поверхность черными линиями. Поэтому так удобно рисовать ветки на черном фоне ручкой. То есть вы просто повторяете то, что сделало для вас реальность. В этом смысле, если... Сейчас, секундочку. В этом смысле, если ставить задачу нарисовать свет, то самый простой вариант это взять и нарисовать свет на вашем дисплее. То есть вы тот материал, который вы рисуете, пытаетесь повторить свет в реальности, это тот же свет. То есть он идентичен тому, что есть в реальности. Он очень похож на материал, похож на изображаемый объект. Вот. И поэтому это получается очень достоверно. И поэтому я, собственно говоря, использовал планшет для того, чтобы рисовать всякие световые свет-эффекты. для того, чтобы нарисовать эффект освещенности, ну, даже не освещенности, а светимость, для этого сделать нужно всего несколько движений, и у вас будут светиться потоньки на экране монитора. То есть буквально в смысле светиться. Ну, дальше. Немножко о том, как я рисую по процессе. на самом деле вот этот кадр, я его делал несколько сеансов, потому что здесь была некая проблема. Солнце, оно засвечивает естественно дисплей ноутбука, и на нем мало что видно. Поэтому я рисовал до того момента, когда вот эта тень, она сдвигала на мою спину, и я стал ставить на солнце, поэтому я после этого выходил. Вот. Возвращался на следующий день и рисовал следующий деталь. Вот. А потом просто дома я прорисовал все детальки. Вот. Если изначально они были довольно-таки грубо сделаны, но они все зафиксированы, то есть я ничего не придумал. То есть если здесь есть шипы какие-то, то я их тоже повторил. Это там, это в Керчи, ой, извините, это сделано, нарисовано в Керчи, и там много судоремонтов заводов, вот это один из них, и это, вероятно, какая-то запретная зона, но и чтобы человек понял, что он запретный, здесь очень много шипов. Вот. И здесь даже этот растений тоже с шипами. Это тоже пример, как можно использовать графический планшет, чтобы не только фиксировать реальность, но и ее изменять, чтобы ее улучшить. Потому что, когда я рисовал эту картинку, я просто сидел на остановке и рисовал красивый мусор. Потому что он был очень красивый, здесь играли отцветы от фонаря, металлогалогенного, вероятно, от него такой холодноватый свет. И здесь валялись банки Кока-Колы, они очень красиво красным отливали. И лодочные бутылки, или пивные, по-моему, пивные, они такие хаустики давали. Вот. И когда я это дорисовал, естественно, я пришел домой и просто подумал, что можно объекты расположить более художественно. И потом я подумал, что у нас есть одна вертикаль, но она ничем не поддержана практически. И просто сделал основную вертикаль, которая бы связывала низ композиции и верх композиции. И осветил все это дело оранжевым цветом, например, от габаритных огней автомобиля или от натриевого светильника, который стоит за спиной наблюдателя. И просто оранжевый свет он вытащил объекты на передний план, то есть потому что теплое, потому что теплое, оно, в общем-то, воспринимается ближе, чем те объекты, которые окрашены холодноватым цветом. Свет исчезает. Пример того, как можно при помощи планшета, это тоже одно из его преимуществ, нарисованный материал использовать в дальнейшем, не просто дорисовывая его, а, например, в данном случае я просто разбил эту картинку, которую я нарисовал сиди на остановке на две. У меня получилось две картинки в разное время, ну, скажем так, в разных погодных условиях, потому что я здесь пытался нарисовать приближающуюся грозу. И просто это в цифровом формате это можно делать очень-очень просто. То есть, если бы я это делал, естественно, например, массом и сделал бы этюд, и потом мне понадобилось превратить этот этюд в готовую картину, мне пришлось бы, естественно, мне заново его рисовать или даже рисовать его два раза, потому что я хотел, чтобы у меня получили две картины. 7000 слайд. Здесь это просто несколько вариантов одного и того же объекта. Сейчас, на следующем слайде я просто поясню, как это получилось. Я на самом деле нарисовал, когда я нарисовал эту штуку, почему у меня захотелось вообще ее нарисовать? Вообще, в окончательном варианте получилось достаточно много деталей, потому что эта картинка по-моему 8000 пикселей были по широкой стороне, поэтому здесь все так довольно тщательно прорисовано. Вот. Я сейчас просто объясню. На самом деле, когда я рисовал, я нарисовал два изгиба таких, это был закат, достаточно уже глубокие, то есть это были сумерки, скорее даже, поэтому ладно, получилась идея, другая, не, я обошел эти граны, и они получились по другим ракурсам, то есть они под разным ракурсам нарисованы. А здесь, почему я нарисовал так бегло, потому что там было довольно страшно стоять, это, ну, как по шоссе, которое проходит вдоль забора, а с забором стоят всякие, смотрите, строительные граны. Вот. Там было стоять довольно страшно, особенно в темноте, поэтому я очень просто нарисовал эти две картинки и пошел домой. Вот. И дома я подумал, что было бы здорово нарисовать процесс, постепенный процесс захода солнца, как изменяется небо при заходе солнца. Я нарисовал серию картинок, такие вот. А это вроде как перезимовался рассвет, здесь на самом деле есть некая несообразность, потому что тут назвать рассветом, то есть здесь у меня солнце встает с этой стороны, но здесь очевидно, что оно находится в противоположном противоположном месте, потому что оно освещает сам кран. Но не важно. Прошу прощения. Да, и теперь, почему я нарисовал этого человека? Потому что все, что здесь нарисовано, оно красиво, но здесь нет того, с кем зритель мог бы себя профсоциировать. Ну, потому что здесь не хватает вовлеченности. Это некая история какого-то крана сутостроительного, то есть история его жизни. Например, за один день, вот как он освещен. Здесь нет самого человека, то есть нет кого-то, кто бы связал зрителя и происходящее. Мне кажется, это очень важно, чтобы для интересности разглядывать. Потому что только появляется человек, то сразу появляются дополнительные слои истории. Например, сразу возникает вопрос, что человек там делает. Почему он там стоит? Почему он там один? Почему что происходит за кадром? Там находятся его друзья, а если нет, если да, то куда они идут? Почему так все устроено? И это добавляет новые слои смысла изображения. И добавляет потенциал для разглядывания его. То есть не только можно разглядывать детальки кирпичей, например, но и можно задаваться вопросом, почему происходит то, что происходит. Следующий слайд. Ну, тоже это довольно-таки грубый набросок. И когда я его нарисовал, ну, он мне показался на самом деле симпатичным. Прошу прощения. Он мне показался достаточно симпатичным, потому что, в принципе, это машины и они освещены солнцем. Но здесь нет чего-то такого, что объяснял почему я это нарисовал. То есть это просто машины, которые просто стоят на улице. Это неинтересно. Ну, и приятно домой, я просто решил сделать эту картинку более, скажем так, более осмысленной. То есть понять, почему, то есть объяснить зрителю, почему ему надо на это смотреть. Я нарисовал, например, вот такую картинку. Это те же машины, примерно, но теперь они стоят на закате. И здесь можно понять, почему это нарисовано. Потому что закат сам себе красивый, потому что здесь есть ритмы форм, пластика, облако реформации с пластикой, его цветом на земле. И все это дело отражается в машинах. То есть приятный глазу следить за формой отражений, соотносить их с тем, что в них отражается. То есть как реальность отражается в машинах. Я на самом деле сделал несколько вариантов. Например, такой вариант машинных движений. Здесь можно наблюдать как вести асфальт, смотреть на фактуру асфальта, смотреть на отражение машин. Вариант еще такой. И в целом это выглядит как некая история какого-то места. Там есть некая дорога, и по ней едут автомобили. и вот это некая история этой дороги. Что она, если бы она была бы живой, чтобы она видела за свой вечер, за несколько часов линии своей. Еще при помощи цифры очень удобно делать несколько картинок, этим можно пользоваться. Например, мне показалось прикольно нарисовать фазы движения, фазы деформации облака. То есть я нарисовал облако, в первой фазе, каким бы оно выглядело изначально. Потом я делал более массивное и совсем большое облако. То есть можно представить, что это некое одно место, мы просто наблюдаем его в три разных момента времени. Это подавляет какое-то новое измерение для зрителя. То есть он видит не только трехмерное изображение, точнее некую условную проекцию трехмерного окружения на двухмерный квадрат, и он еще и видит время. То есть он может почувствовать не только пространство, но и время. И это тоже добавляет какую-то интересность для разглядования. На самом деле я это все рисовал и руководствуюсь очень какими-то условными обобщенными эскизами. То есть я нарисовал это очень быстро, потому что там тоже довольно-то было страшно стоять, но в этот раз не из-за того, что было темно, а из-за собак, бездомных собак, которые там бегают, это было очень страшно, поэтому я рисовав на полчаса, я собрал свои шмотки убежал. Ну вот, следующая статья. Собственно, да, я уже, наверное, заканчиваю. Это картинка, которую я нарисовал темперой с натуры. Ну, это мой район, я там жил. И вот, а потом просто дома я ее нарисовал, добавив очень много деталей. И это тоже еще один способ использовать планшет. То есть можно, чем хорош планшет у него, практически нет никакого предела для детализации. То есть картинку, нарисованную на планшете, можно нарисовать, детализировать бесконечно абсолютно. Например, можно взять из этой картинки вырезать кусок старого дерева и детализировать его, рисуя там, например, короядок, которые ползают в складках. Коры, например, тоненькие веточки, которые растут из ствола. Или, например, игру света на шероховатости пары. Вот. И это тоже преимущество, которым я пользуюсь. И то, за что я оценю именно графические планшеты. Вот. Собственно говоря, наверное, присоединия. Собственно говоря, сезон. Конечно, что ты Honig не но 책 нанесен. В частности, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...